Сергей Аршинов, сотрудник главного управления МЧС России Пучувашии, вошел в число победителей Всероссийской арт-лаборатории авторов патриотических произведений «Знания авторы» в номинации «Авторы-исполнители стихов». Со своим произведением он выступил на гала-концерте на ВДНХ. Я к лестнице и вверх спешу, быстрей, молюсь, чтоб не свалило в доме крышу. Хватаю эту девочку скорее, смотрю в окно и друга Витьку вижу. Он в комнате с пожарным топором, как может, пламя жаркое сбивает. Уже пропитан едким дымом дом, но к девочке огонь не подпускает. Я девочку в охапку пулей вниз на землю встал и крику Витьки слышу. Сначала рухнул старенький карниз и сразу следом обвалилась крыша. Это отрывок из стихотворения, с которым Сергей Аршинов вошел в число победителей конкурса. Тема спасателей ему очень близка, поскольку он сам работает в данной структуре. К слову, это не единственное стихотворение Сергея Аршинова. Он известен как автор и ведущий детской передачи на национальном радио Чуваши «Путешествие в страну безопасности», а также как автор одноименного сборника стихотворений для детей, а также его специальными изданиями для слепых и слабовидящих. В конкурсе Сергей Аршинов стал одним из 17 финалистов и вместе с ними выступил на большом праздничном концерте в Москве. Честно говоря, эмоции вообще переполняют. Я даже до сих пор не могу еще отойти. Вот я приехал только с поезда и до сих пор не могу отойти от этого. Ну, представляете, когда с вами, вот, например, Лина Гарифулина, да, известная, которая сделала проект «Танцы со звездами», «Фабрика звезд» и так далее. И когда она с тобой работает, вот так смотрит в глаза тебе и прямо вот делай так, ну, эмоции такие, ну, конечно, они будут зашкаливать. Творческими наставниками конкурсантов выступили видные отечественные деятели эстрады, такие как Денис Майданов, Олег Газманов, Игорь Матвиенко. С Денисом Майдановым мы, например, на студии, где пишутся наши известные певцы, записывали вместе песню. То есть вот все победители, они писались, у него вышла новая песня, и мы участники этой песни. Нас записывали на этой студии и в припеве поем мы все вместе. Всего в проекте приняли участие более 700 начинающих литераторов и музыкантов из 89 регионов страны. Милиана Алексеева, Сергей Емельянов, Национальное телевидение Чуваши.